Привет, мы на Нижнемасловке, здесь в районах аэропорт, Бегавайса и Савеловский, проходит эта улица, начинается она от Бутырской улицы и идет до Петровско-Разумовского проезда, а сама улица является частью третьего транспортного кольца. Ну то есть это фактически третье транспортное кольцо, просто, ну когда еще не было третьего транспортного кольца, да, и была здесь улица Нижнемасловка. Потом построили треть транспортное кольцо, эта улица вошла в его состав, она стала частью этого кольца, которое объединило много улиц, которые проходили, ну и не только улиц, а и, соответственно, просто безымянных проездов и вообще разных, так сказать, не асфальтированных территорий, пустырей и других там разных районов. Вот, так что фактически это как бы треть транспортное кольцо, но дома, которые вот находятся на ней, ну и разные неживые строения, ну в основном живые дома, вот, они, собственно говоря, ну как и раньше, отнесены были к улице Нижний Мастер, то есть, по сути дела, это улица включили треть транспортное кольцо, но нумерация к тому, в котором стоят, она так и осталась по улице Нижний Мастер, которая здесь раньше проходила самостоятельно, без всякой привязки третьим транспортным кольцом. Вот, ну а когда его проложили, соответственно, уже там в конце 90-х годов, то вот она, эта вот улица как бы влилась в его состав. Ну, рядом также с этой улицы находится Савеловский вокзал железнодорожный и станция метро Савеловский. Улица с двусторонним движением автомобиля транспорта, от трех до шести полос в каждом направлении, то есть, очень широкая улица, ну, собственно, как и вообще треть транспортное кольцо, и эти, соответственно, проезжие части разделены сквером, зерейными кустами, газонами и пешеходными дорогами. Ну, частично, не полностью, но частично там можно. Ну, в принципе, конечно, прогулки там весьма неблагоприятные, потому что очень большой шок, очень большой. Машина здесь едет все время, день и ночь, поэтому, конечно, ну, очень неблагоприятная улица для прогулок. Хотя она такая довольно широкая, но и машин здесь много. При этом, все-таки, довольно тоже такая тесноватая, поскольку везде дома стоят, вот прям в притык улицы, практически не продохнешь, и здесь никаких зон отдыха тоже нету, поэтому, конечно, для прогулок эта улица, она, конечно, не очень благоприятная. Ну, а названа она была в начале 20 века, точно по неясной причине, есть мнение, что она была по фамилии Сергея Маслова, который был секретарем Московского общества сельского хозяйства, создателя опытного хозяйства на Буперском культуре в 19 веке, который неподалеку находился, или по бывшей пустоши Масловка, которая здесь находилась, ну, раньше, может, в 17-18 веке, может, даже в 15-м. Ну, а почему Масловка, ну, трудно сказать, это уже никто не знает, может быть, что-то связано с Маслом, а может быть, с фамилией какой-то. В какое-то время улица называлась Буперским проездом, просто, по соседней Буперской заставе, ну, и иногда ее вообще никак ее не называли, просто безымянный проезд был такой. Ну, а что касается, ну, начале 20 века, то есть, например, век назад, название уже формировалось, опорнилось. Что касается пленей Нижней, то она отличает улицу от Верхней Масловки, которая, собственно говоря, является ее продолжением, и она уже не является частью третьего транспорта, хотя бы она уходит туда. Дальше, так сказать, вот, а Верхняя Масловка, она отсюда, от третьего транспорта кольца, от Нижней Масловки, она отходит туда, дальше вверх поднимается, в сторону Петровского парка. Так что она, так сказать, уже не пугла. Ну, а вот Нижний, как раз, вот, ну, и надо сказать, что в самом начале советского времени, после победы большевиков в 1818-1922 годах, обе улицы, и Верхняя Масловка, назывались коммунистической улицей, ну, тогда очень любили вот новую власть, она везде слово коммунистическое ставила, там вот это вот слово, оно все время фигурировало, там, советская улица, коммунистическая, что-то вот такое вот. И вот, дело без дела, без дела называли коммунистическими. Ну, уже и так была коммунистическая улица, да, по-моему, сейчас Александр Солженицын, ну, вот называется. А там в советское время так уже было, поэтому, ну, уже стал перебор, и решили все-таки в 1922 году возвратить улицу ее прежнее историческое название. Ну, надо сказать, что здесь, на этой улице находился развлекательный центр, в здании подробнее 10-го, который снесли в 2010-х годах. Ну, и вот, собственно, совсем недавно был снесен кинотеатр Прага, прошел в 2018 году, по-моему, осень его снесли в 2012-го года. Находился в центре улицы, в здании подробнее 10, ну, и там же, кстати, неподалеку был развлекательный центр, но его снесли несколько раньше. А вот это кинотеатр Прага в 2018 году. Работал здесь с 1774 года, вот, и так, прям так, вот, на площади находился в здании Канинетла, который, вот, собственно, и находился на, вот, в общем-то, этой вот улице, как бы, вот, и самым главным там строением было кинотеатр Прага. Ну, вот его снесли, и сейчас там идет строительство нового многофункционального комплекса, который, ну, как говорят, включит в себя в том числе и кинотеатр, ну, будет там кинозал, то есть уже не отдельный кинотеатр, ну, а как сейчас принято строить многофункциональный центр. Вот, ну, что ж, на этой улице находится довольно много жилых домов, в основном они пятиэтажные, 50-х, 60-х годов постройки, но есть и 9-12-этажные тоже дома, 60-х, 70-х годов постройки, то есть все дома советского времени, но есть даже один пятиэтажный дом, не, даже два пятиэтажных дома, по номерам, один из корпуса 2 и 19, которые были построены в начале 20-го века. Ну, они, конечно, представляют определенный интерес. И также сейчас идет строительство комплекса апартаментов, ну, по сути, тоже жилого такого дома, в принципе, под номером 17. Вот, помимо жилых домов, также здесь на улице находятся детские сады, школа, радиообещательная корпорация «Профмедиа», когда они под номером 9. Эта корпорация находится в 2003-м году, когда она образовалась, и объединяет радиостанции «Авторадио», «Энерджи», «Юмор-ФМ» и многие другие. Ну, в состав также входит рекламный агент «Реклама-ФМ» и «Интернет-Радио-101-РУ». Ну, вот, говорят, что, в принципе, сейчас вроде как она отсюда съехала, может, даже год или два назад, так что, что сейчас в этом здании, ну, может быть, офисы. Возможно, уже там этой «Профмедиа» сейчас нет. Также на улице находятся дистанции капитального ремонта «Мусгортранс» здания под номером 15, это бывшее здание первого в Москве трамвайного парка. Особенно в 1899 году выехали на маршруты первые трамвайные вагоны. В 1891 году здесь был создан грузовой трамвайный парк, в 1860 году все грузовые вагоны были переданы в Краснопресненское депо, а в 1866 году были разобраны пути. Ну, в 1867 году эта дистанция ремонта пути была ликвидирована. В 1816 году ансамбль трамвайный депо, начало 20 века, выставлен на электронные торги. Так что сейчас практически будет уже должен. Это, так сказать, организация вроде как не существует. Ну, или существует, но уже номинально. То есть она выставлена на торги. Ну, вот, наверное, все, что, в принципе, здесь находится. Видите, очень много здесь посносили. И когда строили, так сказать, вот, третий раз, сортное кольцо тоже, фактично, какой-то сон пошел. Ну, и вот уже совсем недавнее время кинотеатр, правда, конечно, украшение улицы. Ну, так, украшение, не столько украшение. В принципе, он такой был типовой кинотеатр. Я бы не сказал, что он какой-то такой был красивый, нет. Но он просто был таким, как бы, ну, и не просто культурным центром, а как бы и таким, ну, что ли, так сказать, объединительным центром, да, вот, как бы точкой, да, вот, именно на которой вам, на этой улице многое сходило. Вот, да, вот это, ну, действительно, было культурным, досугым центром. Ну, особенно, кажется, в советской армии. Ну, понятно, опять же, пришли 90-е годы, все начало угасать, интерес кино угас, и особенно кинотеатром, да, и стали смотреть больше дома кино. Ну, в общем, короче, этот кинотеатр постигла судьба и практически такая же, как и почти всех кинотеатров в Москве, да, и в стране. Ну, вот сейчас строят там много специалистов, которые претендуют на то, чтобы тоже быть, как бы, таким вот центром этой улицы, ну, и, может быть, даже и вообще этой местности. Вот, потому что в окрестностях так больше классов, особенно кинотеатр в клинике, ну, и таких вот каких-то мест. Ну, конечно, что-то у Савеловской там есть, но это все-таки немножко, там, компьютерный рынок есть, понятно, но это не совсем развлекательное место, да. Вот, так что, ну, что-то можно посмотреть, вот остались какие-то старые дома, там еще начало 20 века. Вот комплекс занял, вот этот вот рамвайный депо еще остался, там можно посмотреть, но, правда, заград, и, ну, так, что-то можно увидеть, но не все, конечно. Ну, а так уж, особенно каких-то достопримечательностей здесь, в общем-то, нет. Ну, а дойти сюда легко от Набросавеловской пешком, практически сразу попадем на эту улицу, можно проехать на автобусе 727 или королевусах 79-95. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.